МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Красочное авиашоу и парад кораблей. В Самаре отметили День города. Готовность почти 80%. В областной столице перекладывают тепловые сети. Избы с народным колоритом, деревянным домам на улицах Фрунзе и Алексея Толстого вернули исторический облик. Парад кораблей, авиашоу с участием ударных вертолетов и концерты в режиме нон-стоп. Самара отметила 431-й день рождения. Праздник прошел на набережной. Его участниками стали более 100 тысяч горожан и гостей Самары. Масштабами праздника и перемен в городе впечатлилась Марина Кравцова. Торжественно, величественно, красиво. Праздник города на Волге открывает парад кораблей. Рассекают водную гладь катера и пассажирские суда. 431-й день рождения Самара отмечает на набережной. Более 50 тысяч жителей и гостей города смотрят в небо над Великой Русской рекой, где появляются вертолеты Ми-2, Ми-8 и легендарный самолет Ан-2. Авиашо, организованное при поддержке губернатора, действительно захватывает дух. Пилоты выполняют фигуры высшего пилотажа. Из Тверской области с показательными выступлениями в Самару прилетели боевые вертолеты «Ночной охотник» и «Аллигатор». Праздник и на воде, и на небе, и на земле. Первый раз Самара отмечает день рождения в статусе города трудовой и боевой славы. Самарцы всегда стремились быть лидерами, быть победителями. И мы всегда этого добивались. Мы сегодня космическая столица страны. Мы сегодня восстанавливаем наше автомобилестроение. Мы развиваем нефтехимию. Мы благоустраиваем наши города и прежде всего нашу столицу. Концертные и интерактивные площадки протянулись по всей набережной. У бассейна ЦСКА ВВС собрались поклонники спорта. А здесь масштабный турнир по настольному футболу, выставка «Самара-2018» и автограф-сессия с послами чемпионата мира по футболу от Самары. Подготовка к масштабному спортивному празднику идет полным ходом. И самарцы отмечают, как меняется родной город. Вижу, как она хорошеет. Конечно, большая разница, огромнейшая. С тем, что было раньше и что сейчас. Красиво, здорово. Везде ремонтируют дома, а всякие улицы, дороги отремонтировали. Стал город чище намного, чем был ранее. Вообще, многое изменение произошло за последний год. Ремонт идет повсюду. По федеральной программе продолжает преображаться набережная. Идет ремонт площади Куйбышева и Струковского сада. Я искренне хочу поблагодарить вас за то понимание, которое вы проявляете в период таких грандиозных преобразований в нашем городе. Осталось еще совсем немного, и город приобретет совершенно новое звучание, совершенно новый вид. Он будет выглядеть как самый современный, как самый лучший российский, европейский город. Концертная программа на набережной длилась весь день. А кульминацией праздника стало выступление группы «Дискотека. Авария» и «Яркий фейерверк», который взмыл в небо над Волгой. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Готовность почти 80%. Перекладка тепловых сетей в Самаре близится к завершению. Подготовку к зиме обсудили сегодня на совещании в городской администрации. Из 19 тысяч метров тепловых сетей переложили 15. Работы идут по графику. Так завершается ремонт теплотрассы на улице Скляренко. Скоро приступят к перекладке сетей на улицах Рабочей, Советской Армии и Демократической. Уже завершены работы на Красноармейской и Самарской. План перекладки тепловых сетей был увеличен почти в два раза по сравнению с предыдущим годом. Кроме замены труб, предстоит подготовить котельные, провести промывку оборудования, очистку колодцев. При выполнении дополнительных мероприятий учитывалась подготовка к чемпионату мира 2018 года, а именно ремонт улично-дорожной сети. На 12 дополнительных объектах, расположенных в центральной исторической части города, монтажные схемы были собраны до 15 июня, а работы выполнены до 7 июля. Переложены 2123 погонных метра. Расслабляться нельзя, надо только наращивать темпы. И к главам тоже самое я обращаюсь. Пожалуйста, предпримите со своей стороны усилия для того, чтобы работы были выполнены в сухой период года, в теплый сухой период года. Кировский район Самары должен быть приведен в порядок в ближайшее время. Ведь именно здесь пройдут игры чемпионата мира по футболу. Но пока, если сойти с гостевого маршрута, район выглядит не вполне респектабельно. Многосорной травы, засохших деревьев и ржавых заборов. Об этих проблемах глава города напомнил местным властям и управляющим микрорайонами. Олег Зверев тоже выслушал аргументы. Из всех девяти районов Самары Кировский оказался в привилегированном положении. На его территории пройдут игры чемпионата мира по футболу, строится главный стадион, а также дороги и развязки. Вдоль гостевого маршрута ремонтируют фасады многоэтажных домов, приводятся в порядок улицы и тротуары. Сейчас завершаются сезонные работы. Город готовится к зиме, на финишную прямую выходят дорожно-ремонтные работы. По ремонту улично-дорожной сети, ремонт карты на территории района завершен порядка 80%. У нас осталось улица Алматинская и остался частично проспектный долог. Это процент выполнения 60-70%. Связано это с работой ВТГК по перекладкам. Причем по перекладкам это вне вашего постановления за дополнительные деньги. О состоянии района речь шла на совещании, которое глава города Олег Фурсов провел по итогам поездки по отдаленным территориям. Многое из того, что предстоит исправить, вполне по силам местному самоуправлению. Общественные советы и управляющие микрорайонами должны больше уделять этому внимания. В районе мало цветов, зато много травы и старых засохших деревьев. В дворах за счет района идет ремонт малых архитектурных форм и внутриквартальных проездов. В то же время ограждение палисадников сделано из чего попало. Не окрашены заборы школ и социальных объектов, автостоянки даже легальные в неухоженном виде. Управляющие микрорайонов. Проводить мониторинг состояния микрорайонов. Для этого разработать учетную форму, где, например, перечислить хотя бы те позиции, о которых сказал я. Там наличие или там состояние ограждения палисадника, наличие сухостоя, наличие вот этих покрышек, не знаю, там зимние накопления во дворе, наличие граффити. И с каким-то периодом, там раз в неделю или раз в две недели, проводить такой обход и смотреть, что изменяется. В частном секторе в этом году рекордный километраж отсыпали гранулятом. На это ушло 16 тысяч тонн каменной смеси. Там, где раньше были ямы и бездорожье, теперь легко пройти в любую погоду. Однако проблем в одноэтажных кварталах еще много, особенно если учесть, что долгие годы этими территориями почти не занимались. Олег Зверев, Станислав Левин, события. Старинная резьба – уникальный стиль. К ремонту памятников деревянного зодчества привлекают меценатов. В Самарском районе за счет предпринимателей уже отремонтировали фасады 13 домов. За преображением исторических зданий наблюдала Алина Чемерес. Словно сказочные теремки с причудливой резьбой, сегодня выглядят дома в Самарском районе города. Избы с народным колоритом красуются на улицах Фрунзе и Алексея Толстого. Вернуть им исторический облик помогли меценаты. Всего за счет предпринимателей в районе уже отремонтированы фасады 13 домов. Еще пять сейчас в работе. Это не такие уж большие деньги. Если каждый предприниматель нашего города хотя бы чуточку вложит в свой же город, наверное, я думаю, что город будет гораздо лучше выглядеть. Ну, с другой стороны, я так думаю, кто же кроме нас. Всего в Самарском районе свыше 200 старинных домов. Возраст некоторых из них полтора века. И больше половины требует обновления. В первую очередь важно восстановить внешний облик тех зданий, что находятся на гостевых маршрутах, чтобы во время чемпионата мира по футболу жители и гости города смогли любоваться диковинным историческим наследием Самары Купеческой. Мастера по резьбе, они вырезали вот такие символы, которые мы сегодня видим, которые сохранились на многих домах. И я думаю, что это очень интересно будет не только жителям нашей Самары увидеть восстановленные вот эти вот элементы, приведенные в надлежащее состояние, но и гостям, которые посетят наш город в 2018 году. Деревянное зодчество, визитная карточка Самары и его городские власти намерены сохранить. Обращаться к меценатам будут и далее. Социально-ответственный бизнес призывают помочь. Предпринимателям предлагают выбрать любой из старинных домов в один-два этажа и привести в порядок его внешний вид. Каким будет цвет, фасады решат вместе с районом-архитектором. В порывах щедрости бизнесменов не ограничивают. Потратить на обновление исторических памятников можно сколько душе угодно. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. В областном избиркоме подвели итоги единого дня голосования, который состоялся 10 сентября. На территории региона прошли 20 избирательных кампаний. В основном это были до выбора депутатов представительных собраний и один местный референдум. Итоговая явка составила более 27%. Наибольшую активность показали жители сел. В одном из поселений Кошкинского района уже к полудню проголосовали все 100% избирателей. В Самаре явка была не столь высокой. Голосование проходило в трех районах областного центра. В Кировском внутригородском районе в состав Совета депутатов избран Олег Кобелянов. В Ленинском Оксана Пушкина. В Куйбышевском районе депутатский мандат получит Сергей Кротков. Все избранные кандидаты – представители партии «Единая Россия». Далее коротко о других событиях дня. Целое поле декрастущей конопли уничтожили в Сергиевском районе Самарской области. Его площадь составила почти один гектар. 24 тысячи кустов уничтожили с помощью спецтехники в рамках профилактической операции «МАК». В 2017 году у жителей Сергиевского района в общей сложности было изъято 4 килограмма марихуаны. 15 человек привлекли к административной ответственности за употребление запрещенных препаратов. Самарская область вошла в пятерку регионов, обеспеченных автомобилями. Новый рейтинг составили аналитики агентства «Автостад». На первом месте предсказуемо оказалась Московская область – 348 автомобилей на тысячу граждан. На втором – Санкт-Петербург – 319 автомобилей. На третьей строчке сразу два региона – Краснодарский край и Самарская область – по 313 машин на тысячу человек. В Татарстане – 311. Эксперты отметили, средний показатель обеспеченности россиян легковыми автомобилями составляет 290 единиц на тысячу человек. Это на две единицы больше, чем было год назад. В Самаре выбрали подрядчика для реставрации памятника Чапаева. Стоимость контракта составит свыше 13,5 миллионов рублей. Реставраторам предстоит обновить сам постамент, мраморную плитку и гранитный пол, а также саму скульптуру Василия Чапаева и красноармейцев. При этом скульптурную группу демонтировать постаменты не будут. Специалистам также нужно будет заново изготовить из бронзы штыки, пулеметы, ремни и шашки. Все работы должны быть завершены не позднее 15 декабря этого года. Напомним, памятник знаменитому красному командиру в Самаре установили к 15-летию Октябрьской революции в 1932 году. Над созданием трудились архитектор Иосиф Лангборд и скульптор Матвей Манизер. Он же создал в Самаре памятники Куйбышеву и Ленину. В небе над Самарой наблюдалось необычное явление, которое пользователи соцсетей назвали «северным сиянием». Фото зеленой полосы в ночном небе опубликовано в паблике «Астра Самара». Пользователь Семен Лукьянов пишет, «Друзья, извините за качество, но на небе прямо сейчас меня догоняет северное сияние Сибири». Судя по описанию, фото было сделано на улице Новосадовой. По словам астрономов, увидеть в Самаре северное сияние стало возможным из-за небывалой мощной вспышки на Солнце. Заморские, которые нагрянули в регион в ночь на понедельник, сменятся потеплением. Бабье лето может прийти в Самарскую область уже на этой неделе. Судя по прогнозам, уже во вторник подует юго-западный ветер, который принесет повышение температуры. В середине недели днем воздух будет прогреваться до 25 градусов. А вот ночи по-прежнему будут холодными. Столбики термометра могут опускаться до 6 градусов. Осадки маловероятны. А вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Ремонтируют ограждения и засыпают новые дорожки гравием. В ботаническом саду полным ходом идет первый этап реконструкции. Первые предки этих птиц появились во времена динозавров. В Самарском зоопарке сегодня отмечают Всемирный день журавля. Военные летчики проиграли казанскому барсу. Хоккейный клуб ЦСК ВВС неудачно стартовал в высшей лиге. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok